Мы ожидали вот именно такого ответа на поставленные вопросы, поэтому ничего удивительного нет. Я думаю, что процесс уже у нас вяжется к концу, все уже практически заканчивается. Думаю, что сегодня уже будет известна дата, когда будет принять, и все скоро в Теклово. Я думаю, что судья уже определился, и ничего нового мы ему, наверное, уже не покажем, не предъявим. Поэтому, я считаю, что, скорее всего, все решения уже у него есть, и осталось только провести время и дождаться приговора. Ваша главная цель, чтобы Гнатян был привлечен к уголовной ответственности и понес за это решение, за то, что произошло. Наша цель также была оправдать Гронникова. Скорее всего, я думаю, что мы все-таки не достигнем. В этом концепте не обязательно. Конечно, можно было сделать, однозначно, вывод можно было сделать, что двигатель не работал. Но вот паренью говорю вам, Антон Витальевич лучше расскажет. А что вот вы думаете по поводу, вот именно то, что по поводу судмедэкспертизы, такие выводы сделали, что человек сидел в машине? Ну, если заметили, там выводы-то вероятно, то есть маловероятные. Он, выводы все предположить не верят. Поэтому, ну, мы их ожидали, такие выводы, что-либо. Но они совершенно не состыкуются с выводами Антипова. Ну, это выводы Антипова, они состыкуются с мнением, с выводами судмед. Дело в том, что там медики. Люди, обладающие специальное познание, которое мы точно не обладаем. И люди, которые отдают заключение, и мы не можем, вот честно говоря, в них сомневаться. Ведь мы ж не медики. Если они дают, что вот направление было такое в городах, ну как нам, что сейчас, надо было устать. Мы не можем им не доверять. У меня нет оснований им не доверять. А в чем получается сейчас будет ваша, так сказать, сильная сторона, тот главный аргумент, который планируете вы? А в сегодняшней экспертизе, в утром, в которой власти, там установлена причинная связь между превышением скорости Игнатьяна и наступившим впоследствии в ДТП. То есть вот это, я считаю, основной аргумент. Да был, ну как бы основной, пусть было так. И никуда он от этого не денется. Думаю, что все равно уедет сидеть. Наше дело, оно как бы отличается тем, что большая степень вины, вроде бы как, на Дмитрия Бронникова. И они все равно это будут учитывать при вынесении наказания. И думаю, что, ну вот мое мнение, что года 3-4 он получится в колонии поселения. Дело в том, что все-таки мы не смогли доказать невиновность Бронникова. Все-таки не смогли. У нас не хватило возможностей. Вот реально, мы увидели материалы дела только по окончании следствия. Такие дела делаются в первый час, в первые сутки. Естественно, у следствия было больше возможностей. Я считаю, что картина, которую вот нам представляют, она неестественная. То есть все было по-другому. Но мы думаем, что ему, конечно, после всего надо только лишение свободы. И мы будем на этом настаивать, и любое другое наказание будет обжаловаться.